Строгая комиссия, жесткий регламент выступления не более трех минут. В этом году в Московской области на получение премии губернатора подано более 36 тысяч заявок, из них 400 в Ленинском районе. Личная презентация своего проекта – это часть второго этапа конкурса. Первый, подача заявки, закончился в июле. Участники должны представить проект, который успешно существует и является общественно значимым. В Ленинском районе мы уже видим, что сейчас два часа прошло сначала открытие презентации. Явка очень большая, и мы надеемся, что к концу дня больше половины конкурсантов придет и расскажет о своих проектах. Юрий Кушнер из деревни Жапкино вместе с друзьями уже несколько лет работает над улучшением местной экологии. Они очистили пруд, облагородили прилегающий парк, собственными силами сделали детский городок. Опыт подобных презентаций он уже имеет, а полученные средства также планируют потратить на свое полезное хобби. Я от этого получаю удовольствие. У меня семья есть, у меня есть дети. Моим детям надо где-то отдыхать, моим детям надо развлекаться. Мы второй раз в этом конкурсе «Красота спасет мир» в том году заняла второе место. Мы создали очень много всякого разного. Мы сделали мостики, сделали беседки, сделали детские форумы, площадки. А сейчас мы очищаем, чтобы было экологически чисто жить. Заявки принимались в 10 номинациях. Общий размер призового фонда – 180 миллионов рублей. На этом этапе члены экспертного совета после того, как выслушают доклад, могут задавать свои вопросы. Главное, что бросается в глаза и моментально подкупает, что каждый из выступающих искренне влюблен в дело, которое представляет. Касается ли это экологии, культуры, молодежной политики или истории родного края. Я занимаюсь историей литературного движения и истоками этого движения. И мы открыли людей, о которых знали только фамилии. Вот те люди, которые сидят рядом с нами – это золотой фонд нашего не только города, но и района. И хочется, чтобы их узнали вовремя. На этапе личной защиты проекта – тот самый случай, когда важно именно участие соискателя. Конечно, не у всех спикеров получается достойно представить свое дело. Одному не достает опыта публичных выступлений, другой излишне нервничает, третий не может подобрать нужные слова. Это все не проблема, потому что есть фотографии, есть общественное мнение, есть оценки на сайте. Есть очень много других аспектов, по которым можно сделать ту или иную оценку и сделать выводы относительно того или иного проекта. Обладатели премии «Наша Подмосковья» станут известны в конце года. Пожелаем удачи всем этим людям, так искренне переживающим за свое, пусть порой и небольшое дело. Максим Козлов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Максим Козлов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева.